Мили телеканала Канта Ориент Финансбанк Тапди Метода От чего вы получаете творческое воздохновение? Ну что он может воздохновить на творческой работе? Только работа Самых популярных ваших учеников это Тахир Садыков А у вас есть еще популярные ученики? Руслан, например, первый Руслан Руслан Шарипов? Да, Руслан Вы руководили госструктурой, вы еще и были чиновником Я несколько был чиновником Вы знаете английский? Я много языков знаю, но английский тоже постольку-поскольку знаю В какой профессии, кроме вашей, хотели бы себя попробовать? Киноиндустрия Что является вашим главным недостатком? Моим главным недостатком является мой безалабарный образ жизни Рок это гамбургер, который сам слопал весь мир Питер Йорк, английский журналист Здравствуйте, уважаемые дамы и господа И добро пожаловать на нашу передачу Сегодняшний наш гость является основателем узбекского рок-н-ролла В свое время он работал в легендарной группе Ялва В качестве бас-гитариста Но затем, всего лишь через два года ушел А может быть его ушли? И кстати, он ответил Почему среди всех мировых рокеров Нету ни одного выдающегося рокера Афроамериканского происхождения? Итак, встречайте, уважаемые дамы и господа Живая легенда рока Узбекистана Даврон Гаипов Здравствуйте, Даврон Рудмитович Здравствуйте Добро пожаловать на нашу передачу И у нас есть три рубрики Первая называется «Народное слово» Там мы сделали анонс о том, что у нас будет Даврон Гаипов Основатель узбекского рок-н-ролла И наши подписчики моего канала, в частности, Мисс Ротобег ТВ А также во всех социальных сетях Там оставили свои вопросы вам Было их очень много, пришлось сортировать Оставились наиболее интересные семьи Итак, начали Первое, Шахрух Джураев При каких обстоятельствах ваша культовая песня «Керакемат Шахла Куздарин» перешла к Тахиру Садыкову И за кем числится авторское право на эту песню? Ну, каким образом, это очень просто Тахир мой ученик И, как бы сказать, ему тогда я передал эту песню И сам, кстати, его аранжировал, ремикс сделал И... То есть, но вы ее же не просто передали, сначала ее спели Она стала хитом Нет, нет, нет Все знают, что это в вашем исполнении было Я его написал в 83-м году Я его пел много раз И потом уже, когда бум вот этих ремиксов пошло Я думал, ну-ка я попробую себе, как бы, аранжировщиков ремиксом направляю Я же рок-музык пишу Я сделал ремикс, а потом что-то мне не понравилось Потому что это не мой стиль И, как бы, я Тахиру его отдал Я говорю, ты спой, я говорю, так будет лучше У кого была такая идея? Он сам попросил эти вопросы? Нет, ну, это когда в Тите, как бы сказать Когда мы аранжировку делали Он с самого начала начал говорить, что ему нужна эта песня Авторские права? Не, авторские мои Ваши? Мои Как вы, может быть, понимаете? Не, ну, они же могут и продаваться И там удариться Не, ну, может быть Музафар Рыгашев У вас бывали какие-либо творческие предчувствия При создании вами очередных хитов? Нет, понимаешь, это, как сказать Допустим, хиты можно создавать, не предчувствуя Допустим, одноразовые вещи делать На публике играть Но я ни разу так не делал Я не знаю, какие-то предчувствия То есть не бывало никаких предчувствий вообще? Нет, они приходят со временем Но когда ты его уже делаешь Какое-то есть шестое чувство Что оно понравилось А, все это бывает, да? Не всегда? Не всегда, не всегда Тимур Ибрагимов При каких обстоятельствах Вами была создана песня Кашкадарья? При каких обстоятельствах? Наверное, он знает, при каких обстоятельствах Поэтому и задал этот вопрос Ну, конечно, там представлено, что он там тоже из Кашкадарья Он нам вами восхищается А потом этот вопрос был такой Да, я имею в виду Ну, тогда В такое время было Такое неспокойное И как бы Увидев одного из чиновников Идущего пешком Я что-то мне идея пришла Написать песню Я тоже шел пешком И пришла идея Написать песню Она пришла мне не просто так пришла Да Юра Маммин Педа Просто пешком идешь по городу Понимаешь? Ну, все многие путали А я иду, шагаю по Москве Это совершенно другая направление Другая песня Спасибо Суннат Ишпулатов Будет ли в ближайшее время Дуэт с Азизой? Ну, мы с ней Сколько мы ни стараемся У нас не получается Потому что То у нее времени нет То у меня времени нет Но я ей написал сейчас Вот Хош Рой ей отдал Песню Хайт Маут эту Потом еще несколько песен Я ей написал Она диск выпустила Ну, таким образом Мы как бы не дуэт сделали А ей написал По-моему, порядка 10 песен Я написал Вот она все Свой диск включила Последний Ясно Камо Келдиев От чего вы получаете Творческое вдохновение? Я, допустим, не выбрал А вот у меня получилось Что У меня получается Что-то писать Значит Как Я хочу или не хочу Я все равно Думаю о том Что-то сделать Что-то создать Что-то сочинить Что-то предпринять Добавляет Бывает Это моя Как бы Уже творческая работа идет Она может вдохновить Ну, что может вдохновить На творческой работе Только работа Только работа Искать То есть Слушать информацию Напоминаете Инию Мариконе Когда я у него брал интервью Великого мастера Когда он спросил Когда у вас приходит Вдохновение Он говорит Никогда Я просто в 5 утра Просыпаюсь И до глубокой ночи Работаю Вот и все Буду сидеть Ждать вдохновение 500 хитов Не получится сделать Как это сделано На течение своей жизни Ему, кстати, недавно 90 лет Исполнилось Гузарь Ахмедова Нам известно Что один из самых популярных Ваших учеников Это Тахир Саддыков Заслуженный артист Узбекистана А у вас есть еще популярные ученики? Почему нет? Руслан, допустим Первый Руслан Руслан Шарип? Да, Руслан Шарип Допустим Он вообще Вообще первый Азиза Мухаммедова Вот с Азизой Все началось Потом После Азиза Руслан стал Потом после Руслана Вот Тахир пришел Но Незнаменитых Очень много Но и средизнаменитых Тоже многие считают Что я учитель Но я не вижу Что я учитель Потому что Там нет От моей музыки Ничего Даже капли Ничего не может Им хочется быть Ясно И последний вопрос От зрителя Музафар Ахмедов В чем секрет Вашей энергичности? Энергичность Это не секрет Потому что Сейчас я никакой Не энергичный А вот Когда малодой был Всегда был Энергичный Почему Потому что Молодость Все-таки Энергичный Молодость Красота И сила Всегда А не счет вас Энергичный Сейчас почему Сейчас же как Допустим Сейчас вот Пол Маккартный 70 лет Он не стареет Я был у него Недавно на концерте В Нью-Йорке Я тоже Два раза у него На концерте бывал Но шикарно У него энергетика От него идет Вешенная Вешенная Что и от Мик Джеггера Что от Пол Маккартный Дело не в возрасте Если ты хочешь жить Если ты хочешь Что-то доказать Людям Что ты вот Сможешь что-то сделать Или вот Что-то вот Понравится Людям Это удовольствие Это вот От этого Энергии получаешь От удовольствия Вот этого От зрительского Симпатия получаешь Энергетика То есть В этом секрет Да Я так думаю Спасибо большое И на этом закончились Вопросы от зрителей Теперь 7 вопросов От меня Так Первый вопрос Вот Добро Разуметоч В 1965 году Такой коллектив Небольшой Творческий Именно Они занимались Роком На профессиональном уровне Никак-то могли понять Как они хотят Назвать свою группу И затем Тогда В те времена 60-е Прошел веком Были очень Популярные Виниловые Пластинки На них Ставили Вот такую Иголку И вот И у них Была такая Ассоциация А может Мы назовемся Скорпионами Так Получилась Легендарная Группа Скорпион Оттуда Пошло И название Группа Которую Вы создали Это Легендарная Группа Называется Оригинал Расскажите Пожалуйста Как так Получилось Что Именно Это Название Вы Дали Этой Группе Это Очень Просто Потому что Во-первых Когда мы Оригинал Создавали Еще Оригинал Никто не знал Что это будет Оригиналом Мы его Создавали В принципе После Ялыжи Мы ушли Троем Аббос Я Рахим Потом Мои Вместе Мы с ним С детства Работаем Рафа Джурабек Я их тоже Добрал В принципе Мы Пришли Шить костюмы У нас Было Не у нас А узбек Концерт Была роза Такая Не знаю Сейчас она жива Не жива Вот роза Была Она костюмы Шила Мы ей дали Материал Мокрый Кремполин Стального Цвета Она говорит Все Для вас Я костюм Она костюм Шикарные Космические Какие-то костюмы Ну фотографии Есть у нас Везде Какой это год? Это Именно Восьмидесятый год И в этих Костюмах Мы пришли На песни Восемьдесят А у нас Названием Еще Спорный Вопрос Был Как мы Назовемся Вариантов Было Миллион В этот момент Главный редактор Был покойный Любовь Ухнова Она говорит Добром В конце концов Как ваша группа Называется Там ведущий Должен Объявить Я говорю Оригинал Можно Так посмотрел На костюм Ну на первый раз Вообще Оригинальный Говорит Благодаря вашим Оригинальным костюм Название группы Получилось Оригинал Ясно И ушли И туда приехал Я говорю Не знаю На кого похож Я особенно Не певец Я могу играть На любых инструментах То есть Тогда вы не знали Сами Что можете петь Не Ну петь Я стал Вынужден И сейчас Я вынужден Я не певец Это другая тема Понимаешь Я больше музыкант Временная Потому что Оригинал Чтобы создать Нужно было музыку Создать А не какую-то Пеню Понимаешь И как бы И на пение Особо внимания Не обращали Мы тогда Понимаешь Вот спел И вот Как бы сыграть Было музыку Направление Было другое Очень сложно Было с направлением Ну вот Яллу Меня именно Забрали И вот Я там Поработал Но Опять-таки У меня заложена Была рок музыка Понимаешь В организме Всегда Потому что Я еще в ресторане Играл И мы Дю Перпл Играли всегда Понимаешь Ладзепли Мы играли Другую музыку А в Ялле Пришлось играть Бочи Чак Ну Хотя Бочи Чак Не спорю Мы аранжировку Сделали Хорошо она звучала Ну И остальные Там Всякие Там же Ремикс Национальных Песен И потом Я решил Уйти оттуда Я говорю Я говорю Я уйду Я свою группу Хочу сделать И в этот момент Получилось так Не знаю Почему-то Со мной Рахим Я тоже Уйду И тут Аббас Прицепился Я тоже Пойду И вот Момент Какой-то Вярли кризис Благодаря вам Не знаю Ну покойно Шахбас Шахбас Вот тогда Как раз Заболел У него был Опухоль Мозга Шахбас Незамуддинов Да Шахбас Незамуддинов Он недавно Умер Прожил столько лет Женился Вон там Суббачка У него Благодарна Криса Да Варина Незамуддинова И вот Я говорю Ну в общем-то Ну потом Я говорю Музыка Другая То есть вы ушли Оттуда Из-за чего Просто хотели Создать что-то свое Свою И вас это не устраивало Да Это меня не устраивало Вы хотели что-то В стиле рока Что в принципе Вам удалось Вы являетесь Официально основателем Узбекского Рок-н-роу Получилось так Может быть Если бы я Тогда Не настаивал Или я тогда бы Не пошел Под гильотину Допустим Может быть Другой бы решился Пойти Не знаю Но мы под гильотину Конкретно Осознавая Пошли Вас же вообще Наверное не понимали Особенно здесь Понятно вас На Украине обожали Понятно вас В России обожали А здесь Как к этому относились Нет Вот когда Мы здесь Рок Когда Первый концерт Я помню Мы сделали Чисто хард-рок В направлении Еще мы С этим С Илья Резниковым Он тексты написал На русском И я Регитарный Боит песен Да И мы Не пять Мы 12 песен Сделали И Во время концерта Люди не знали Где аплодировать Потому что Неожиданные Концовки Вот это Вот такие моменты И И в конце Тишина Но я Хочу сказать Что мы Этот концерт Дали Потом Это Альбом Выпустили Потом У нас Проблемы Почти Всякие Проблемы Реакция Людей То есть У вас Не Не Реакция Людей Реакции Со стороны Допустим Властей Да А То есть У вас Не поняла Это было Советское Время Что такое Там Какой-то Хардрок Это Помню Фурцева Говорила Что Пока Я Жива Битлз Никогда Сюда Не Приедет На территорию Советского Союза Потому что Она Побывала На их Концерте То ли В Венгрии То ли В Германии Где В той Часть Которая Относилась К Западу Она Увидела Как Битлз Не раз Потом Уже Нет Это Уже Когда Была Независимость Битлз Бол Маккарт Не приехал Сам Битлз Бил Во время Брежнева Нет Это ты История Не знаешь Первый Первый Концерт Был Иностран Прибрежнев Ты можешь Покопаться В истории Я Это Точно Знаю Они У них Нелетная Погода Была Они Сели В Москву В Москву Сели И тут Они Говорят Давай Говорят Мы В Москве Сделаем Концерт Бесплатный Абсолютно Это В каком году Это Я сейчас Тебе Скажу Это Какие-то Года Начало Когда Брежнев Пришел Власти 70-е Года И они Говорят Хорошо Это Случайный Концерт Случайный Концерт И Смотрели Все Политбюро И Весь Этот Кремлевском Зале Был Концерт Они Там Выступили И У них Про Москву Про Бэк И Майами Писал Пол Макаркин Я Просто Когда Сговорил с Михаилом Шевцком И Михаил И Михаил И Он Говорил Что Битлз Официально В Советском Союзе Структура Вы Вы И Были Чиновником Да Эту Организацию Не Ошибаюсь Называли Гос Концертом Нет Я Нисколько Был Чиновником Сколько Меня Попросили Помочь Ну Это Понятно Тогда Покойно Анвар Джабаров Работал И Бахтиар Яков Как Назовалась Организация Не Подождите Это Узбек Новый Был Потом Потом Они Мне Дирекция Эстрадный Коллектив Это Бывший Узбек Концерт Бывший Узбек Концерт Довели До нуля Сделали Какую-то Дирекцию Эстрадный Коллектив И Вы Там Кем Были Не Они Меня Пригласили Меня Пригласили Поднять Эту Систему В качестве Кого Мы Тебе Качество Официально Не можем Поставить Но Ты будешь Как бы Руководить Этой Системой Как это Официально Руководить Будешь В смысле Замов Там Ты будешь Руководить Этой Системой И Ты Подними Нам Этот Момент У нас Очень Кризис Вообще Плачевное Состояние Находится Узбек Концерт В смысле Узбек Стран Ну Я Где-то Два Года Полтора Два Года С ними Поработал И Как Подняли Должный Уровень Через Месяц Подняли Через Месяц Уже Зарплату Все Получали Всех Туда Обратно Оформили Все Сделали Все Классно Было Но С течения Обстоятельств Опять Перемена Всего Всего Того Сого И Понимаешь Все Это Ну Раз Так Все Было Хорошо Вы Там Проработали Всего Полтора Два Года Вы Говорите Да Как Так Как Виоле Да Почему Так Мало Не Ну Опять Так Я Подошел Помочь То Вы Помогли И Ушли Хорошо Такой Вопрос Вот Чисто Гипотетически Я Знаю Вы Ни На Что Нигра Не Претендуете Вы Очень Такой Спокойный Не Абитационный Человек В Плане Каких Должностей Чисто Творческой Личности Это Я Знаю Мы С вами Много Лет Дружим Знакомы Чем Мы Очень Рад Вот Чисто Гипотетически Предположим Что Вас Вот Сегодня Назначили Директором Узбек Концерта Теперь Это Называется Так Сегодня Ваш Первый Рабочий День Вот Какие Сегодня Прямо Сейчас Три Основных Реформ Вы Осуществили Узбек Концерт Да Там Узбек Концерт Теперь Узбек Концерт Не Он Раньше Так Назвался Это Был Раньше Узбек Наво Сейчас Переименовали Когда Мы Работали Назвался Узбек Концерт Но Я Скажу Сейчас В данный Момент Я Так Косвенно Знаком Положение Узбек Концерта Допустим Я Сказал С Тремя Пунктами Там Не Разберешься Нет Первые Три Сегодня За Первый Рабочий Даже Первые Три Не Поможет Понимаешь На Этот Работчий День Потому Что Его Надо Просто Напросто Я Думаю Что Там Нужны Люди Которые Компетентные В Этой Системе Так Это Ваша Первая Реформа То Найти Компетентных Людей Компетентных Людей Поставить Хорошо Абсолютно Ну Я Сразу Убрал Все Лицензии Как В Америке Как Цивилизованные Потому Что Это Абсолютно Тормозит И Путают Работу Узбек Концерта Потому Что Если У тебя Деньги Есть Значит Лицензии Можешь Получить А петь Ты можешь Не уметь Понимаешь Вот В чем Дело Ясно Вот Это Самая Главная Проблема Понимаешь Если Ты не умеешь Петь Деньги Если Ты получаешь А Какой Человек Который Умеет Петь Все Делать Денег Он Не Лицензия Дешевая Конечно Да Это Надо Убрать Окей И Третий Пункт Ну Третий Пункт Я думаю Что Надо Как его Рычаг Нужен Для Узбек Концерта Хороший Рычаг У него Должен быть Своя Газета Своё Телевидение Своё Радио Абсолютно Все Автономно Я Должен Узбек Концерт Когда Приходит Человек К тебе Работать Ты Должен Ему Чем Ему Надо Помогать У меня Будет Своя Газета Я буду Раскручивать У меня Будет Свои Журналы У меня У меня Будет Какой-то Хай Не Телевидение Целое Хотя Б Неделю Два Часа Или Три Часа Эфира На Каких-то Хороших Каналах Государственных Понимаешь И на Радио То же Самое Теперь Узбек Концерт Допустим Эфир Узбек Концерта Я могу Своих Людей Рекламировать И Раскручивать У меня Будет Рычаг Люди Ко мне Придут Со мной Работать Не Просто Будут Толпом Будет Идти А Остальное Если Ты Будешь Зачем Такой Узбек Концерт Нужен Если Он Только Какой-то Проблемный Я Надеюсь Вас Услышали Итак На Вашего Коллегу По Цеху Клаус Майне В свое время Когда ему было 9 лет В его становлении Вот таким вот Легендарным Именно Рок Исполнителем Повлияли Такая группа Как Битлз И Такой Исполнитель Как Элвис Пресли Но Он До сих Фор Кстати Когда с ним Беседовал Не может Поделиться Что Лучше Битлз Или Роллинг Стоун Вам Такой Вопрос Доброн Какие Творческие Коллективы Или Группы Или Артисты Повлияли Если бы Выбирали Между Битлз И Роллинг Стоунс Вы бы Что бы Выбрали На меня Больше Повлиял Не Роллинг Стоунс Даже Не Битлз Потому Я Битлз Мы Обязаны Знать Ну Понятно На меня Повлияла Группа Так Дю Перпул На меня Очень Сильно Повлияла Малфред Мам Мне Очень Сильно Повлиял Там Сколько Лет было? Ну Я Как Начал Сразу Как Начал Слушать Музыку Я Слушал Дю Перпул Сколько Знаю Может 12 13 Мам Фредма И Потом Куин И Пин Флойд На меня Очень Сильно Повлиял Ну Я Думаю Что Этим Можно И Все Сказанное Сказать Это Самые Лучшие Мировые Музыканты Они Нас Повлияли А Если Вы Выбирать Все Между Не Просто Как Повлияли А вообще По Творчеству Как Вы Относите Битлз Или Роллинг Стоун Не Ну Естественно Битлз Не Роллинг Спасибо Вот Вы Согласны Что Первоначально Идея Такого Направления Музыка Как Рок Это Был Протест Ну Да Я Недавно Делал документальный Фильм Про Гарли Самый Опасный Район Нью-Йорка Там Где Заметит Театр Аполло Где Джексон Там Родилось Такое Направление Как Блюз Джаз В принципе Если так Посмотреть Ну В Америке Рок Не рождался Я знаю Я имею ввиду Это Блюз И джаз Да Конечно Вот На мой Вгляд Вот Именно Блюз Для Афроамериканцев Это Тоже Был Одним Из Видов Протеста Но Чисто Для меня Интересно Почему В мире На ваш Вгляд Нет Ни Одного Великого Афроамериканского Рокера Вот Среди Рэпер Литновал А вот Среди Афроамериканцев Вот Ни Одного Великого Рокер Их Музыка Не Рок Рок Вообще Великобритания Конечно Это Великобритания Все Отцы Рока Великобритания Ясно Но Все Блюзы Джаз Это США Это Гар Это Понятно Но В Европе Это Черная Музыка Черная Музыка Это Немножко Неполиткорректно Темнее Афроамериканского Как вы думаете Почему Все-таки Нету На ваш взгляд Я Знаешь Я Даже Об этом И не думал И думать Не хочу Потому что Я не представляю Ну Как бы сказать Допустим Тех музыкантов Которые Роково Направление Играли Все Допустим Да Действительно Среди них Ни одного Не было Об этом И речи Ну Не знаю Я как-то Знаешь Мало На это Внимание Обращал Понятно Просто Вы Профессионал В этой Сфере Я Нет Но У меня Вот Возникал Такой Вопрос И Поэтому Сейчас Передо мной Легенда Отечественного Рока Ну Я думаю Что Я думаю Что Какая Разница Какого цвета Кожи Если Ты Хочешь Играть Рок Играть Но Им Не запрещали Это Понятно Например В рэпе Хотя Очень много Скажем И именем И остальных Но Все-таки Лучшими Рэперами Все-таки Является Афроамериканцы Хотите В это Или нет Сейчас Идет Разговор Рэп Сделать Таким Рэп Сделать Таким Я не знаю Это Я считаю Что Рэп Пел Еще Высоцкий Ну Это Понятно Да Вообще Рэп Пел Винни-Пух Да Винни-Пух Без Пафоса И Без Мальтера Я даже У меня есть песня В 81-м Году Я думаю Что Мы тогда Не знали Что Это Вообще Речитатив Мы считали То есть Вы Не знаете Почему Среди Афроамериканских Представителей Нет Легендарного Рокера Потому Что Если бы Они захотели Были бы Рокером Видим Из-за Следующее Творческий прорыв Группы Скорпионс Произошел В 1983 Году В Калифорнии Там Участвовало Более 300 тысяч Человек Когда По небу Летали Истребители Это Было Просто Нечто А Вот Когда Состоялся Творческий Прорыв Группы Оригинал Ну Я скажу Мы Всегда Работали На площадях На стадионах Как бы Нам Не давали Работать А Вот На площади Допустим Как бы Разрешали Праздничные В мероприятиях Каких-то Там Делать Концерты Нам Разрешали Ну Не Постоянно Конечно Но Разрешали Ну Мы Собирали Я помню 50 тысяч Человек Ну У нас 300 Как Собирали Это США Это Понятно Скорпиенс 50 тысяч Максимум 50 тысяч А когда это было Это было Несколько раз Было Это было Первый раз В 81 Году Потом В 82 Году Потом В 83 То есть Первый раз В 81 Году Понятно Ну Параллель Очень большая Скорпиенс И так Последний вопрос Как вообще Относиться К иностранным языкам Вы знаете Английский И другие Я знаю Многие языки знаю Но английский Тоже Постольку Поскольку Знаю Допустим Я могу Что-то Спросить Что-то Узнать Ну Понятно Был такой Людвиг Викторштейн Он говорил Так Это был Имитация Русский Философ И представитель Аналитической Философии Он говорил Так Что The limits Of my language Are the limits Of my world Что в переводе Это означает Что граница Моего языка Это граница Моего мира Что вы могли Сказать Тем Молодым рокерам Которые Сейчас смотрят Вас Через экраны Все-таки Им надо учить Английский Иностранный Что вы им Сказали По этому поводу Если у вас Была возможность Обратиться К ним Знаешь Я бы сказал Допустим Тогда Когда я Начинал Тогда Я когда Начинал Мне хотелось Чтобы Рок музыка Прозвучала Именно Либо на русском Или на узбекском В большинстве Что случилось на узбекском Почему Я потому что Хотел Чтобы эта музыка Дошла к нам Изнутри Понимаешь Если бы мы С того момента Начали петь на английском Но это понятно Да Не понимая Слов Когда-то Они Другого Мировоззрения Они сейчас Постарше Стали Некоторые Постарели Некоторые Взрослые Стали Они Знаешь Они вообще По-другому Мыслят Они Именно Вот эту музыку Слушают Ту же музыку Которую мы Рокачи Играли Они слушают Его Они его Сравнивают С Пинкфлойдом Они говорят Вот здесь Вот Куином Они Что ты понимаешь Они уже Помимо Меня Слушают Пинкфлойд Куин Все Они уже Вот это Как бы Повсюдно Слушают Я хочу Сказать А в данное Время Наше Время Знание Языка Это Вперед Идти Только Потому что Сейчас Если хочешь Заработать Хорошие Бабки Ты должен Знать Языки Ты должен Потому что Шоу Бизнес Это Чтобы выйти На большой Эфир На мировую Арену Выйти Надо Обязательно Язык Надо Знать Обязательно Потому что Тебе Никто Не пустит Клип Никто Не поймет Практически Тот же Скорпионс А не немцы А поют На английском Да Это Очень Редкий Случай Одна Две Песни Проконай Типа Корейцы А остальное Не проконай То есть Вы бы Сказали Я бы Сказал Надо Языки Знать Особенно Какие Английский Надо Знать Особенно Данное Время Есть Возможно Китайский Надо Ну да Знать В Америке Есть такая пословица Что Бог Создал Только Небо И землю Остальное Все сделано В Китае Спасибо Большое На этом Мои Семь вопросов Закончились И теперь У нас Краткий Блиц Мы Мы собрали Семь Самых Лучших Вопросов От Семи Опросников Мира Начиная От Марселя Пруста И заканчивая Зигмундом Фрейдом Отвечать Надо Очень Лопидарно То есть Очень Коротко По мере Возможности Семь Вопрос Каким Пороком Вы чувствуете Наибольшее Снисхождение Влюбленности В какой Профессии Кроме Вашей Вы Хотели Себя Попробовать Киноиндустрии Если Не собой То Кем Вам Хотелось Быть Только Собой Наверное Потому Что Никем Я Не могу Себя Представить Что Является Вашим Главным Недостатком Моим Главным Недостатком Является Моя Безалабарная Образ Жизни Ваши Любимые Рокеры Хотя Бо Трое Ричи Блэк Мори Это Мой Самый Любимый Музыкант Гилмар Дэвид Это Самый Лучший И Фредди Меркури Я думаю Что В третьем Мы совпали Какие Звуки Или Шумы Вы Любите Шум Вот Именно Воды Из Речки Шум Дождя Это Моя Любимая Шума И Последнее Недавно Из жизни Ушел 41-й Президент США Джордж Гуш Старше Ему Было 94 Года И В своих Дневниках Он Как-то Писал Так Я не был Правительством Но Я надеюсь Что Обо мне Скажут Что Я был Способным Благоразумным И Надежным Скажите Пожалуйста Вот Какими Тремя Основными Словами Вы Хотели Чтобы О вас Когда Вроника И Вспоминали Будущее Поколение Ну Я Не знаю Настолько Джордж Буш Слукавил В этом Отношении Не Но Сейчас Идет Вопрос О вас Я Насколько Слукавил Не знаю Но Пусть Меня Будет Знать Таким Безбашенным Таким Упрямым Таким Любителем Рокером Музыки Рок Музыки Огромное Спасибо Вам Мы Желаем Вам Знаете Как-то На вашем месте Недавно Создала Бернара Кореева Когда В 66 Году Поставила Дон Жуана В Москве Все Газеты Москвы Писали Статьи По таким Заголовкам Не Головокружение От Успехов А Головокружение От Узбеков Я желаю Чтобы у вас Такой Головокружение От Узбеков Казательно Ваших Учеников И вас Лично Всегда Спасибо Дай вам Тебе Здоровье Будь Здоров Спасибо Это Был Доброк Гаипов